Ребята, простите, немного сумбурно рассказываю, реально очень много информации в голове, такой инфоперегруз. Я попытаюсь все структурировать, выложить вам в качестве блока, то есть мне бы от вас тоже пригодилась помощь. Просто напишите, что вам интересно, какие насущные вопросы вас интересуют, потому что ответов полно на самом деле, ответов много. Итак, мы вышли с агентства, где я отдал свои документы на трудоустройство. Получается, что по воеводской визе нас могут трудоустроить только переоформив на полугодовое освящение работы. И дальше, через полгода от этого завода, если все будет хорошо, если мне там будет комфортно, можно будет подавать на карту поводу. В принципе, по поводу работы, как и там, что за условия, я сниму отдельно уже через пару недель, когда я там смогу работать. Что я делаю на данный момент? Возможно, я приеду в Украину на пару недель, чтобы не сидеть здесь, не прожигать деньги, потому что на переоформление нужно время. То есть это также информация для тех людей, кто, как и мы, протупил, жестко сделал воеводскую визу. Да, в воеводской визе есть плюсы, но есть огромные минусы. Вас здесь будут переоформлять. На это уходит время. Вам нужно будет ждать. От 10 дней, по-любому. Ну, то есть, представьте, вас переорегистрируют заново. Хотя, вот сейчас вспомнил, что в другой агенции мне сказала Светлана о том, что вас пока переоформляют, вы можете уже начать работать. Спорный вопрос. Там, где я устроился, я не могу сейчас начать работать до того момента, когда меня официально не переоформят. Вероятно, вероятнее всего, у вас будет так же. Если вы едете по воеводской визе, не к тому работодателю, на которого вы оформлены. А 95% наверное так и едут. Потому что они делают, ну, людей, они делают воеводские визы, думают, вау, бомба, у меня будет там год визы. Но они оформляются на фиктивную фирму, либо работодателя, которого не существует. Вы просто заезжаете в Польшу, там, начинаете искать работу и сталкиваетесь вот с тем, что вам нужно переоформляться. Вам нужно ждать, вам нужно жить где-то за что-то, кушать что-то. Мы снимали видео о хостеле, о дорогом хостеле, вы можете оценить вообще просто стоимость проживания. Мы уже потратили сколько? За три дня мы уже слили половину своих денег, половину своего бюджета, который вы с собой взяли. Ну, это как бы жить дорого, не работает это нереально. Поэтому вот такая вот история. Что еще касательно агентств? Агенции здесь укомплектованные в штате, у них есть русскоговорящий человек. В основном во всех агенциях, которые мы находили, в основном во всех есть русскоговорящий. Вам будет крайне сложно по приезду сюда, если вы не знаете польский, сразу устроиться и найти в агенции польскоговорящего агента, который вам поможет. Ну, мы попытались с таким пообщаться, мы нихрена не поняли, если честно. Он там что-то дал визитку какого-то еще, перенапрял куда-то. Это, короче, не тут все посредники посредников. И, как бы, вроде помогает, но по большей части времени, время только забирают. Ты теряешь время на то, чтобы ходить, обзванивать, встречаться. И все, некоторые говорят, типа, ну, завтра будет вакансия, ну, там, потом подойди завтра, наберите завтра. Короче, никакое, ничего не конкретно. Тягамотина. А вот в Ранштале все конкретно нам объяснили, и я уже точно знаю, что, например, через 10 дней я смогу приступить к работе, и все будет замечательно. Вот так вот. Отдельно, теперь, отдельная благодарность видеоблогеру Алекс Нику. Вы можете найти мои рекомендации на его канал, на моем канале, там где-то справа, посмотрите. То есть этот человек наснимал видосов очень полезных, информационных по поводу жизни в Польше, по поводу трудоустройства. Не поленитесь, переходите, подписывайтесь на его канал, потому что очень полезно. Я более полезных видосов не видел. Я присмотрел кучу блогеров, они все недоговаривают, что-то скрывают, кто-то пользуется моментом и посредничеством занимается, кто-то продает свои вакансии для своих же людей. Ну, якобы такое не приветствую. Алекс Ник показывал, как добраться до агентства, как их найти, как самостоятельно найти работу и кучу других полезных вещей. Благодаря нему мы приехали прямо в Ротсвел, вышли с вокзала, сразу же пошли, и первое же агентство, мы пообщались. Мы получили какую-то информацию. Нам, да, мы не получили там работу, но нас направили в другое агентство, в котором, собственно, мы сейчас и трудоустраиваемся. Также благодаря Алексу мы зашли к Светлане на улице Подвале, 75, агентство Working People. Русскоговорящая, украиноговорящая девочка, очень приятная. Ну, там вакансий сейчас тоже нет, но она нам делает приглашение для нашего друга бесплатно. Ребята, ну, то есть, смотрите информацию, плюсуйте, лайкайте, подписывайтесь на канал, потому что, ну, очень ценную информацию вам даем. Еще такое отступление. В Украине агенции это гребанные посредники. Они, прошу прощения, пидарасы, наживаются на нас, на несчастных этих украинцев, которые пытаются ехать зарабатывать, отваливать кучу денег. Нам сегодня Инна, агент Ренштальц, когда узнала, что мы заплатили по 250 евро каждый за воеводскую визу, она сделала очень большие такие круглые глаза. А я сказал, что это вообще в два раза дешевле, чем в общем Киеве, потому что в Киеве стоит 500 евро воеводская виза, которая сейчас создает только проблемы. Ну, просто нет слов, понимаете, вот. Вот Украина, вообще Украина, люди, менталитет, взъебать друг друга, нажиться друг на друге. Тоже, посмотрю, здесь украинцы сразу видно, они все такие забитые, все такие зажатые, все такие закомплексованные, сидят кучками, ни с кем не общаются. Боже, какой ужас. Я не знаю, ребята, надо что-то с этим делать, иначе, ну, проблема не в нашем правительстве. Мы сами выбрали правительство, мы сами сделали себе такую судьбу, мы сами такие. Народ, очнись. Ну ладно, будем больше позитива вообще, 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 вообще. Короче. Украинцы. Украинцы, люди, давайте, друзья, поддерживать друг друга, давайте помогать друг другу. Давайте делиться полезной информацией, полезными видео. Не знаю уже, что сказать. Что еще сказать, чем подбодрить? Друзья, давайте будем помогать друг другу, вообще искренне помогать друг другу. Любить друг друга. Я начну любить Диму, прям сейчас. Да, звали. Ладно, на этом заканчиваем наш блог. Я готов выслушать ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, по контактам. Пишите в комментариях. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до видения. До новых встреч. Продолжение следует...